Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Есть такая проблема, пишет пользователь по имени Светлана, привязываясь к мужчинам, которые обращают на меня внимание, в плане мне сказали пару приятных слов и все, я влюблена. Но так я человек взрослый, я понимаю, что все не серьезно, мало ли кто что говорит. Получается, отношения мне не нужны, а вот этот груз привязанности или влюбленности к мужчине меня преследует. Все не следует, чтобы этот механизм хороший словат, мужчина влюбилась, не работала. Большое спасибо. Ну, я бы сказал, несмотря на то, что вот как бы на вопросы я отвечаю, да, но тут я немножко решил добро мне ответить в данном случае, я бы сказал, что как бы вот таким ключевым моментом является то, что у вас привязано. То есть вы говорите про привязанность, вы говорите про влюбленность в свою, а на мой взгляд довольно таки отвлеченно. То есть, да, вроде бы вы говорите про то, что вы влюбляетесь, да, вроде бы вы говорите про то, что вы как-то вот привязаны к человеку. Да, вроде бы так. Но не совсем понятно, что лежит в основе этого. В основе этого лежат некие процессы ваши. В основе этого лежат некоторые чувства ваши. И было бы очень неплохо с этим разобраться. Было бы очень неплохо разобраться поисследовать, что лежит в основе ваших переживаний. В данном случае конкретно, да, как бы. То есть вот мужчина вам сказал несколько, как вы говорите, приятных слов. И вы в него влюбились. Важно понимать, что определенные слова здесь вами воспринимаются как-то очевидно по-особенному. И вот наша задача, как мне кажется, и увидеть, а как же по-особенному, что вы воспринимаете эти слова, что они для вас вообще-вообще говоря значат, что они вообще-вообще говоря для вас означают, эти самые слова. Вот, как мне кажется, на что в первую очередь вам нужно обратить свое внимание. Ну, потому что привязка, ну вот, ваша привязка, как бы, да, к, ну вот, к мужчине, например, она ведь происходит не случайно. Понимаете? Ваша привязка к мужчине происходит в результате чего-то. И наша задача увидеть, как это происходит. Понимаете? Да? И вот когда мы увидим, как это получается, когда мы увидим, что с вами происходит, мы как раз таки сможем мы сможем разобраться с этим механизмом и подкорректировать его так, чтобы вам было комфортнее. Я не думаю, что совсем отказываться от того, что вам хочется необходимо. А всегда отказываться нет. Ну вот, подкорректировать ваше желание, ваши потребности таким образом, чтобы можно было бы как-то на них оказывать, например, влияние, как-то корректировать или выбирать другие способы реализации. И вот это вполне реально сделано. Поэтому тут такой аспект. Еще один важный аспект заключается в том, что, как правило, подобная проблематика, по которой вы описываете, возникает при сложных отношениях с родителями. Ну, в вашем случае это может быть отец. То есть очень часто, когда у девочки есть проблемное отношение с родителями, точнее с папой, она ведет себя по отношению к другим мужчинам так, как вы описываете. Именно таким, что называется образом. Не побоюсь этого слова, даже деструктивным образом. Потому что, ну, и отношения нормальных, отношений нормальных не получается, да, и, как бы, ну, а совсем без отношений тоже невозможно, что, как бы, логично в данном случае. Вот. Поэтому важно обращать внимание именно на данные аспекты проблематики. И, соответственно, уже с этим что-то делать. Соответственно, в этом направлении уже, как бы, двигаться. Вот, естественно, если вы в этом заинтересованы и, естественно, если вы это хотите. Потому что ваш вопрос, который будут, ну, вы задаете, вот вы говорите, как сделать так, чтобы этот механизм перестал работать, вот, он звучит немножко странно. В том числе, что делать не механизм. Дело в том, как вы реализуете свои потребности и просто, ну, вот, просто, например, заставить, если я правильно вас понял, просто заставить какой-то механизм перестать работать, идея, мягко говоря, не самая лучшая. Потому что потребностную сферу вашу никто не отменял. Никто не отменял ваши желания. Какими бы они вам, ну, вот, не казались, да, там, странными, там, деструктивными, вот, и прочее-прочее. Вот, поэтому без помощи психолога, скорее всего, вам не справиться, потому что, если бы вы могли это сделать, вы бы уже сделали, скорее-скорее всего. А, во-вторых, ничего, отказываться не нужно и никакой механизм, ну, как бы, ни от какого механизма отказываться не нужно. Ни от какого механизма. Не нужно отказываться, ни в коем случае. Корректировать работу чего-то, да, вполне можно, вполне можно. Но давайте все-таки будем как-то, ну, может быть, более внимательны к себе, что давайте как-то, как-то более, не знаю, более гуманны к себе. Вот. Ну, или, по крайней мере, постараемся таковыми быть, что, в принципе, уже довольно большой, как мне кажется, шаг вперёд. Вот. То, что я хотел вам сказать. Вот, то, что я хотел вам предложить в качестве ответа своего, так скажем. Надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи и обращайтесь за помощью вам, она пригодится, как можно скорее и скорее. Субтитры создавал DimaTorzok